Что такое разговоры о перемирии или перемирия? На самом деле это выигрыш главного ресурса, это выигрыш времени. Потому что, когда я слышу, что за три года Россия подготовится, во-первых, никто не мешает подготовиться Украине. Время работает для обеих сторон. Если вы уверены, что вы не сможете подготовиться, тогда это вопрос к эффективности вашего государства. Значит, ваше государство и ваша власть неэффективны. Они, может быть, отважны, они продемонстрировали блестящий образец самобладания и мужества, но как машина они неэффективны. Но дело даже не в этом, а в том, что за год в России изменится слишком много. И выигрывая время, можно выиграть все. Я вам приведу пример. Это Брестский мир, который заключил Ленин с немцами в свое время. Это был тяжелейший выбор. Ситуация была тогда у молодой советской России гораздо хуже, чем сейчас у Украины. Гораздо хуже, несравненно. Но Ленин оказался стократно прав. Потому что, выиграв время, он сохранил государство. Да, большевистское государство. Может быть, конечно, лучше бы его не было. Я с этим согласен. Но он сохранил его. Он мыслил, как государственный деятель. И более того, он отыграл все назад. С лихвой. Понимаете? То есть, вы можете бояться времени только в том случае, если вы уверены абсолютно, что время, и точнее все процессы развиваются линейно. Они не будут развиваться линейно. Произойдут изменения в России, очень серьезные. И эти изменения могут оказаться очень выгодными. И даже, с моей точки зрения, наверняка выгодными для Украины. Хорошо. Вы боитесь идти на переговоры. Кто вам мешает начать говорить о том, что мы готовы рассматривать варианты? Давайте в качестве первого шага мы прекратим огонь. Вот если у вас, у российской стороны, есть добрая воля, то давайте мы прекратим огонь сейчас. Разве это было бы неправильным решением? Вы прекратите обстреливать нас, а мы, в свою очередь, прекращаем обстреливать вас. Кто бы оказался выигрышем? Я не уверен, что украинская сторона в этом случае бы проиграла. В случае прекращения обстрела. И, понимаете, это был бы шаг со стороны Зеленского, на который было бы очень трудно ответить российской стороне отказом. Если вы говорите, что мы готовы вести переговоры о мире, давайте в качестве предварительного шага, предварительного, до начала любых консультаций, переговоров, прекратим взаимный обстрел. Так что здесь есть много возможностей. И не надо оценивать идею, я еще раз обращаю, даже не перемирия или мира, а переговоров. Оценивать идею переговоров как абсолютно проигрышную, невыгодную для Украины. Я вам напомню, что то, что в марте обсуждалось 22-го года, для Украины было выгодно. Очень выгодно. Выгоднее, чем сейчас. Сейчас условия в любом случае гораздо хуже. Валерий Дмитриевич, с кем говорить? С Евгением Васильевичем? Вы знаете, я думаю, что это как раз тоже очень хорошо, что вы имеете дело, украинская сторона, петрушку, кукулу, потому что всегда можно отказаться. Это же уникальная возможность. Вы вступаете в контакт, вы начинаете вести консультацию, а потом говорите, окей, а пусть теперь состоится встреча двух президентов. И тут происходит сеанс разоблачения. А что экстраординарные, ситуация требует экстраординарных шагов? Нет, но Зеленский видел живого Путина. Дело не в том, его много кто видел. Это не означает, что он его знает. Понимаете? Если вы общались с Путиным, как любой российский губернатор при назначении встречался с покойным Путиным. Означает ли это, что он знает Путина? Нет, конечно, не означает. Это ничего не означает. Ну, я говорю, что здесь есть возможность самых неординарных шагов. Просто надо чуть-чуть задуматься и проявить фантазию. А не упираться тупо, да? И это именно тупо упираться, теряя людей, теряя ресурсы, рассчитывая на что? Что Запад не бросит на произвол судьбы? Да, не бросит. Но и выиграть не поможет. Это же уже совершенно очевидно. А почему вообще? Откуда он взялся, этот плотник из Беларуси? Просто был сильно похож? Ну, искали. Да, он был похож, он подходил. Я не знаю, как они таких людей отыскивают. Я знаю, что их искали во всем бывшем, ну, не бывшем пространстве СНГ, да? Ну, естественно, нужен был тот, для кого русский язык родной. Отходящий антропологически. Его нашли. Потом, это один критерий. Второй критерий, очень важный, чтобы у него не было социальных связей. Это нужен одиночка. Человек без семьи, социальный маргинал. Социальный маргинал – это не означает алкоголик. Да ничего подобного. Алкоголики без... Нет, он не нужен такой. Человек, у которого нет связи. Знаете, такие люди всегда... Я думаю, мы не раз таких людей встречали, может быть, не обращали наше внимание просвещенное, но их немало. Живут там сами по себе. Значит, это подходило. У него было... Вот то, что он там говорил в качестве уже якобы президента, что он плотник четвертого разряда, и он действительно работал плотником четвертого разряда. Он действительно служил в морской пехоте. В Крыму, кстати, в советское время жил в морской пехоте. Он выше Путина, причем серьезно выше. Поэтому Путина, чтобы, скажем, стать ровен с ним, надо было носить вот эти вот знаменитые сапоги, ботинки на встроенной подошве. Он моложе, лет на восемь минимум. От восьми до десяти лет, так мне сказали. Он автомобилист красный, но он всегда ездил на советской машинке, на «Ладе». И поэтому вот эта идея пересадить российских чиновников на отечественные автомобили, на изделие отечественного автопрома, она была у него спонтанна. Это не была некая продуманная инициатива, которую штаб Патрушев вручил двойнику. Нет. Его просто самого задело. Он это любит. Он любит автомобили. Он считает, что наши автомобили недооценены. Для того, чтобы поднять автопром отечественные, надо, чтобы чиновники ездили на российских автомобилях. А в списках живых он не значится. То есть он объявлен мертвым. Он измогилевался. Поэтому, в принципе, я думаю, белорусы легко бы могли обнаружить концы. Легко бы могли обнаружить концы. Без серьезных проблем. Беларусь не гигантская страна с не огромным населением. Лукашенко в курсе? Да, он в курсе. Лукашенко в курсе. Он всегда знал, что это двойник. В хоккей он играл с двойником. Но, правда, там был другой двойник. Очень важно, что всегда было два двойника. Один был убит. Но я сейчас точно не помню. В 1921 году, по-моему, когда была неудавшаяся попытка госпереворота, дворцового переворота, или, по крайней мере, это было представлено как попытка дворцового переворота, когда был расстрелян генерал Зидичем, министром ЧАЭС. Его расстреляли. Не у стенки, а его и нескольких его охранников на севере. И тогда же был убит двойник. Один из двух двойников. Вот тот был тогда основной двойник, которым хотели заменить, якобы хотели заменить тогда еще живого Путина. Сейчас тоже есть еще один двойник, но он используется только в технических целях. То есть, если его показывают со спины или в профиле, он может пройтись, понимаете? Показывать якобы Путина, идущего куда-то. Он не может заменить основного двойника, а это исключено. И двойника долго готовили, его учили в том числе говорить на немецком языке. У него это не очень получается. Перед каждой встречей ему дают справку, с кем он беседует, когда встречался с этим человеком, о чем он шутил. Ну, чтобы показать осведомленность и поставить, если потребуется, человек в тупик. Первый раз двойник встречался на самом деле с политиками российскими еще в феврале 2020 года. Его решили обкатать. Это были главы фракции Госдумы. И единственный, кто заподозрил что-то, был Жириновский, который сказал тогда потом сотрудникам администрации, что-то Владимир Владимирович на себя не похоже. Мы сказали, ну, не надо распространяться на сей счет. Не надо. Вот такая вот история. А сейчас вся страна боится распространяться на сей счет. Хотя многие видят, потому что это уже слишком бросается в глаза. Но если люди боятся, вот понимаете, Александр, здесь такой очень сильный барьер, сильное ограничение. Люди боятся. Не боятся увидеть. Почему не боится профессор Слава? И у меня есть возможность не бояться, Александр. Какой вопрос? У меня она есть. Да. У меня есть. Я нахожусь под покровительством. Давайте назовем это так. Потому что в России немало людей, которым все это категорически не нравится. В том числе среди элиты таких людей немало. Они хотели бы эту ситуацию изменить. Им не нравится то, что происходит в отношениях между Россией и Украиной. Хотя отношениями это, конечно, нельзя назвать. Им не нравится путинский режим, хотя не были его бенефициарами. По простой причине. Он завел всех в тупик. Им это все не нравится. Они не хотят сохранять режим после Путина. Они хотели бы его демонтировать. Такие люди есть. У них есть ресурсы. Они настроены очень серьезно. Ну и слава Богу, что такие люди есть, потому что это открывает возможность, по крайней мере, для будущего компромисса между Россией и Украиной. Вот поэтому я и говорил вам, отвечая на предыдущий вопрос, что выиграть время, это означает выиграть стратегический, получить стратегический ресурс. То есть Зеленский делает правильно? Нет, он не делает правильно сейчас, с моей точки зрения. Он мог бы намекнуть, что он готов обсуждать различные возможности. Но взамен попросить, по крайней мере, прекращение удара. Ну вот, если вы хотите продемонстрировать добрую волю, давайте, откажитесь от удара. Понимаете, за этим же ничего, из этого ничего абсолютно не следует. Это ведь по-разному может. Может работать. Валерий Дмитриевич, тут странность такая. Я, кстати, вас вспоминал в Новый год, да, ну вот в эти дни имеется в виду, потому что... Не злым тихим словом. Нет, потому что мне очень интересно, как вы откомментируете ситуацию с главой Пентагона Ллойдом Остином. Все очень странно. Блинкин его, ну, во время своей поездки, когда ему задали вопрос по поводу... Ну, это вскрылась эта информация. Это сейчас известно. Рак простаты, вроде как легкая форма, госпитализирован, работает удаленно. Но вот эти первые дни Нового года, это, конечно, такая, ну, это серьезная такая история. Блинкин его хоронил фактически, когда комментировал о состоянии дела и состоянии здоровья Ллойда Остина. Что за этим стоит? И стоит ли что-то за этим? Знаете, нет, за этим стоит самая обычная вещь. Дело в том, что в любой стране, это не только в России, в принципе, в любой стране то же самое с демократической, пытаются обычно скрывать недомогание высших государственных чиновников. Есть совершенно фантастические истории, не менее фантастические, чем российская. Допустим, Франция с президентом Миттераном, когда он болел раком простаты, он полгода, месяцами, по крайней мере, находился в постели, он не вставал, у него была глубокая депрессия, и все это скрывалось. И он скончался спустя несколько месяцев после окончания срока действия своего мандата. Поэтому просто не хотят сообщать о болезнях чиновников, тем более о болезнях, я бы сказал, потенциально опасных. Не обязательно опасных, актуально, потенциально опасных. Вот у Остина там рак простаты, я не знаю просто в каком состоянии все это было, ну, естественно, мы с вами не знаем. Тут еще что важно, это министр обороны. Это в тот момент, когда надо обсуждать в том числе помощь Украине, помощь Израилю, его участие необходимо, не просто желательно, оно необходимо. Надо использовать его лоббистские возможности и прочее, прочее, прочее. Ну, вы понимаете, Александр. Поэтому, я думаю, что рассчитывали все это скрыть, что все это пройдет шито-крыто, да, гладко пройдет, что там через несколько дней он ступит, вернется в свой кабинет без всяких проблем. Все затянулось. То есть, если бы они знали в самом начале, что это затянется, реакция была бы иной. Что, что, а пиарщики там хорошие, они знают, как это все подавать. Я думаю, рассчитывали, что он действительно проведет двое суток. Тут, видимо, совершенно какая-то хирургическая манипуляция, малоинвазивная, и он вернется в строй. Ну, сейчас медицина достигла высочайшего уровня, особенно в некоторых странах. Это все выглядело реальным. Так как врачи, видимо, взялись за дело. А что тут теперь сказать? Шли по пути сокрытия. Ну, то есть это не русские? Нет, это не русские, это все равно, слушайте, ну, это демократическая страна. Потом, это возможность медиа там проникать в самые различные кабинеты. Не то, что невозможно некоторые вещи скрыть, очень даже возможно, Александр. Есть вещи, которые успешно скрываются. Но болезнь госчиновника, он не относится к разряду тех вещей, которые можно скрывать очень-очень долго. Тем более, видимо, все-таки ничего критического это не представляло. Это не внезапная госпитализация президента с непредсказуемым последствием. Ну, вполне вероятно, в 24-м мы увидим и такое. Да, мы можем увидеть. И опять же, здесь работает обычная физиологическая логика, Александр. Если вам 80 лет, ну, возможность осложнений довольно велика. Это медицинская статистика. Валерий Дмитриевич, я почему завел про американцев разговор, потому что Медведев тут разразился, собственно, ну, сейчас какая история. Вспоминал я Эстонию, там, президент Эстонии говорит, что нужно снять запреты для Украины на удары западным оружием, в том числе и дальнобойным, по территории Российской Федерации. Медведев немножко раньше говорил о том, что если нечто подобное произойдет, ну, там, или самолеты будут взлетать с западных стран, или это оружие, этот запрет будет снят, то последуют удары по военным базам и хабам военным на территории НАТО со стороны Российской Федерации. Все, конечно, отмахнулись, от этого сценария, а вы? Я отношусь серьезно к этому, но если это будет, то это будет происходить иначе. Это не будут удары с территории России ракетами, да, или запуск воздушных ракет, самолетов. Это будут операции в диверсионном духе. Причем они будут сочлены не только против объектов на территории стран НАТО, они будут сочлены против американских и, скажем, британских объектов на территории стран Брыжния, Востока и Африки. А такие возможности у России существуют, и она к этому готовится. Но странно выглядит, да, если условно Россия может совершить диверсию против, там, условно, западных, ну, давайте назовем это словом база, западных баз, но никаких диверсий, ну, точнее, как, крупных, таких, важных, глобальных, в Украине сделать россиянам не удалось, по крайней мере, мы об этом не слышали. Я имею в виду именно диверсии. Александр, когда горели склады с боеприпасами и взрывались на территории Украины на протяжении нескольких лет, это что, по-вашему? Ну, до полномасштабного вторжения. Что было? Да, конечно. Это вот то самое и было. Сейчас, я полагаю, бдительность резко усилена. Что с российской стороны, что тем паче с украинской. Бдительность, касающаяся западных объектов на территории западных стран, я думаю, совсем иная. Совсем иной уровень. По понятным причинам. Жизнь в мирное время в мирной стране расслабляет, Александр. Украина находится в военном положении фактически с марта 2014 года. Это совсем другой стиль. Совсем другой, совсем другое, иное отношение. И без малого два года это полноценных масштабных военных действий в центре Европы. Поэтому удивляться здесь как раз нечему. И более того, расчет именно на расслабленность Запада. Я могу сказать, что в Кремле считают, что позиция Запада очень выгодна России. Что можно использовать ее, можно надавить, можно надавить так, что Запад будет стимулировать Украину. Для этого что надо сделать? Ну, вот, показать, что Запад уязвим на собственной территории. Уязвим на тех территориях, которые он считает своей вотчиной, или где находится его вооруженное подразделение. Что Россия может достать всюду. Под чужим флагом. Да, эти операции будут под чужим флагом проходить. Допустим, это будут некие диверсии, совершенные исламскими экстремистами. Допустим, родом из Таджикистана или Узбекистана. И русские хуситы. Да. Не важно, Те, кому надо, поверьте, сигнал прочитают очень совершенно явно. Это давнейшний метод российской политики. Путин это очень успешно использовал в отношении Меркель. Очень успешно. В отношении всех французских президентов. Он давал вам понять, что если вы будете оказывать на нас давление, то мы тогда и после этого начинали происходить некоторые крайне малоприятные вещи. Недавно вспомнили снова о северных потоках. И параллельным курсом мы видим, что происходит в Германии. Ну, беда. Потому что выходят фермеры, им там пытаются подсобить другие специальности, транспортники, железнодорожники и так далее. Шольца дела плохи. Это принципиально важная ключевая страна, потому что это страна, которая помогает Украине наибольшим образом, если брать долларовое выражение, финансовое выражение. Как вам кажется, события в Германии и в Европе повлияют на непосредственное будущее войны в Украине? Александр, не знаю. Зависит от того, как быстро они завершатся, удастся ли им самосуществить смену лидерства, или вообще они на это пойдут, или нет. Если все удаст нейтрализовать, оккупировать и быстро осуществить смену лидерства, вот допустим, если говорят, что Шольца может заменить Пистуриус, Пистуриус настроен так же, как и Шольц, в отношении поддержки Украины. То есть, он последовательный сторонник. Но в любом случае, когда возникает такого сорта организационные проблемы, передача власти, вы понимаете, что любая помощь задерживается. И речь опять же идет не о том, со стороны, допустим, России, или со стороны, ну да, со стороны России, чтобы прекратить эту помощь, потому что это невозможно. Оттянуть помощь с тем, чтобы она поступала как можно позже, чтобы она поступала в недостаточном количестве. Украина получала недостаточное вооружение. Создать ревизионистскую коалицию. Россия, в общем, это удается, создать эту коалицию в Европейском Союзе. Вот Венгрия, вот Словакия. Я не знаю, там насчет Нидерландов, я бы не решился сказать, что они присоединятся к этой коалиции, не ведут себя иначе. Но тем не менее, все то, что происходит в европейской политике, Россия стремится обернуть себе на пользу. Отчасти, я не хочу сказать, что полностью, отчасти это удается. Понимаете, в этом принципиальное преимущество авторитарных режимов по отношению к демократическим. Вам не надо ни с кем советоваться, вам не надо ждать решения парламента, вам не надо реагировать на масс-медиа. Вы просто принимаете решение и его осуществляете. И все. И ни перед кем не отчитываетесь. В этом большое большое достоинство. И сейчас я еще раз хочу подчеркнуть, это очень важно, Александр, для понимания стратегического контекста. В Кремле уверены, что ситуация складывается для России благоприятно. Удалось сдержать украинское наступление, отразить его, что Россия вышла победителем из кампании 23-го года, и более того, что Запад слава.